Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Что происходит сегодня? Многие задаются этим вопросом. Вот до этой ковидной ситуации, до начала 2020 года, когда все это развивалось стремительно, в интернете, вы сами знаете, очень много было всяких конспирологических теорий, особенно мощными среди христиан, да и не христиан, были теории, основанные на Библии, на книге Откровения, число человеческое, число 666, и там было написано, что кто не примет число или начертания зверя на руку или на чело, тот не сможет ни покупать, ни продавать ничего. Что произошло? Как мне кажется, первая волна чипизации в России, что говорит в России, по всему миру, она завершилась. Я помню, когда раньше показывали, вот я взял вам сегодня, например, я взял вот такую банку из-под воды, она называется Black Monster, и кто-то толковал, вы видите, говорит, вот эти вот три, это когти зверя, кто-то говорит, это еврейские цифры 666, и нельзя это пить, и много-много других товаров показывали, я пока отбрашиваю эту сторону. Многие говорили про штрих-коды, я вот распечатал штрих-код, не знаю от чего, и говорили, что вот эти три больших полоски, это тоже число 666, вот оно уже вводится везде и всюду. И потом шли разные-разные разговоры о том, как будет проходить чипизация, как уже в Швеции где-то вставляют чипы. И вот наблюдая за всей этой истерией, за всеми этими, я сам не сторонник конспирологии, всех остальных вещей, но заметил, вот даже сегодня, будучи в Москве в церкви Слово Жизни, я заметил, что первое, что меня попросили, подставить руку для измерения температуры. Вы заметили, как за год всю страну наводнили вот эти градусники, похожие на пистолет, которые считывают у тебя здесь. Обычно или руку, мы уже механически руку даём, или лоб нам измеряют. Вот два места, которые, кстати, есть в книге «Откровения», на руку и начало. И мне подумалось, а с чего мы решили, что нам будут вживлять какие-то дорогостоящие чипы? Вот вы смотрите кино, сериалы разные, вы видите, особенно когда про врачей что-то показывают, может быть, читаете где-то. Как это дорого стоит найти нужный материал, чтобы он прижился, в теле человека. Свои органы не приживаются, потому что у нас разные группы крови, разные у них ещё резус-факторы, много разных-разных вещей, что может какой-то пластик, какое-то железо организм отторгнуть. С чего мы решили, что мы достойны вот таких дорогостоящих, дорогостоящих разработок к тому, чтобы вмонтировать тебе или мне этот чип, чтобы он прижился, чтобы организм его не отторг, чтобы не было воспаления и заражения крови, и гангрена не произошло. Почему мы решили? Знаете, вот наблюдая за событиями, я увидел, что нашли более лёгкий способ, более простой способ. Ну, во-первых, ты не можешь купить или продать без чего. Я покажу вам, без чего я отбрасываю этот. Тоже листочек. Вот она, вот наш микро-макро-чип. Он тоже, кстати, со штрих-кодом для любителей конспирологии. Вот я сейчас попробую открыть вот этот чип, и вы поймёте сразу, что без него вам ничего не продадут в магазине. Да и входя в магазин, нас сразу заставляют, что делать. А, кстати, заходя и в церковь сегодня, нас тоже заставляют что-то толпить. Вот он. Не выходит чип, потому что их здесь много. Сейчас я постараюсь достать его. Хорошо. Я достал несколько чипов. Вот посмотрите. Вот он, он какой красивый, простой, очень дешёвый. В некоторых магазинах их раздают бесплатно, чтобы ты что-то купил или что-то продал. Без него это стало невозможно. Однажды, находясь в известном магазине, в «Пятёрочке», я подошёл к продавщицу, достаточно средний магазин для нашего города, и спросил, сколько вы обслуживаете покупателей в детях? Она говорит, ну, за смену где-то человек 600, не меньше я обслуживаю. Вот представляете, да? Нам не нужно никакой там полицейский, не нужен никто. Сегодня эту власть возложили на простых продавцов в магазине. Вот не будет на тебе вот этого чипа. Тебя не обслужат, тебе не продадут. И знаете что? Ещё могут и церковь не пустить в некоторых местах. Просто скажут, что так положено, или нас оштрафуют, или что-то ещё. Я ещё раз повторю свой вопрос. С чего мы решили, что это будут дорогостоящие вот эти чипы, разработки и всё остальное? Вот дешёвый вариант. Может быть, это только прелюдия. Может быть, это только первая волна. Во время второй волны сейчас заговорили о паспортах. В Европе, в других странах заговорили о том, что нужно паспорта. Посмотрите, как это действует. У нас тоже заговорили в России. И первая, кто выступил, по-моему, госпожа Матвиенко. Она сказала, нет, в России этого не будет. Из Совета Федерации. Сказала, нет, у нас не будет. Это всегда так действует. Вы замечали? Может быть, обратите на это внимание теперь. Сначала говорится о чём-то, запускается какая-то мысль. Может быть, самая дикая, самая негативная. Потом кто-то отыгрывает и говорит, нет, 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 у нас этого не будет. И мы уже спокойны. Вот у нас такое сознание уже клиповое, быстрое, новости меняются и всё. И потом постепенно продвигается другая идея. Уже сказали, что вы не сможете тогда в Европу полететь, и да и в России надо, надо вакцинирование, надо ещё что-то. Надо, надо, надо. Вот так. Кстати, сегодня, входя в церковь, мне так же раз в руку молодой человек стрельнул, достал этот пистолет, я говорю, вы что, меня пристрелить хотите? Он аж смутился, говорит, да нет, что вы, температуру померите. Как всё быстро пришло в нашу жизнь. Будет вторая волна, возможно, будет какая-то третья волна. Время покажет. Истина где-то рядом. С вами был я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». С вами был я, епископ Альберт Радкин. С вами был я, епископ Альберт Радкин. С вами был я, епископ Альберт.